Привет всем! Татчик детонации это всего лишь своеобразный микрофон, который прикрепляется на блоке цилиндров и подслушивает звуки взрыва в камерах с каранья. Если частота звука превысит допустимые значения, в этот момент татчик детонации передает сигналу блок управления двигателя. Блок управления двигателя, получив сигнал от татчика детонации, догадывается, что раз уровень детонации перевысит допустимые значения, значит появится высокая детонация в блоках цилиндров и отрегулирует угол зажигания, так, чтобы высокая детонация в двигателе исчезла. Если система татчика детонации вышла из строя, блок управления не получает сигнал и не предпринимает меры для погасания детонации. Поэтому, если во время не исправить этот неполадок, то через несколько времени последствия могут быть следующими. Первый. Быстрый выход из строя. Пробой. Прокладки ГБЦ. Со всеми вытыкающими последствиями. Второй. Ускоренный износ элементов цилиндра поршневой группы. Третий. Трещина головки блока цилиндров. Четвертый. Прогорание. Полное или частичное. Одного или нескольких прачечных. Пятый. Выход из строя перемычек между кольцами. Шестой. Изгиб шатуна. Седьмой. Подгорание тарелок клапанов. Это обусловлено тем, что при возникновении детонации в двигателе, электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. При полном или частичном выходе датчика детонации из строя, появляется неисправность по одному из симптомов. Первый. Тряска двигателя. При исправном датчике из системы управления в двигателе, этого явления бить не должно. Второй. Снижение мощности, либо тупость двигателя, которые проявляются ухудшением разгона, либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Третий. Затрудненный запуск двигателя, особенно на холодном. Четвертый. Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливом воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка чек-энжины на приборной панели. Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе других татчиков. Для того, чтобы выявить неисправности татчика детонации более источным, желательно воспользоваться электронными сканерами. Если есть проблемы связанные с татчиком детонации, мы увидим следующие ошибки. Ошибка P0325. Обрыв цепи татчика детонации. Указывает на проблемы с проводкой. Это может быть обрыв проводов, либо, что чаще, окислившиеся контакты. Ошибка P0328. Высокий уровень сигнала татчика детонации. Сочастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. Ошибка P0327 или P0326. Как правило, формируется в памяти портового компьютера по причине низкого сигнала от татчика детонации. Как определить неисправность татчика детонации при появлении первых признаков неисправности? Проверка татчика детонации, возможно, даже не снимая его с блока цилиндров. Устанавливаем обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту. Потом маленьким молотком или каечным ключом наносим несильные 1-2 удара по корпусу блока цилиндров в близости от татчика. Если обороты двигателя после этого упали, это будет слышно на слух, значит татчик исправен. Если обороты остались на прежнем уровне, необходимо выполнить дополнительную проверку. Для проверки татчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, чтобы измерять значение электрического сопротивления. Самый лучший вариант проверки с помощью осциллографа. Но так как простому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления, которые выдает татчик при постукивании. Диапазон измерения сопротивления находится в пределах от 400 до 1000 Ом. О проверке татчика детонации есть много видео на YouTube и ссылку оставлю ниже в описании под видео. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности ее проводки. Нет лу обрыва, повреждения и изоляции, либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись. Помните, без правильной работы татчика детонации значительно уменьшается ресурс работы двигателя. Ну и в конец нашего видео спасибо всем за внимание и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и кнопку «Нравится». Субтитры делал DimaTorzok